С первого класса начал заниматься лыжами, долго не было хороших результатов. И вот только когда заканчивал школу, смог выполнить кандидата в мастера спорта в 11 классе. После этого вера моя не угасла и результаты благодаря этому тоже начали расти. Если в 17 лет я выполнил кандидата, то в 19 уже смог выполнить международника. Ну и потом уже в 24 смог выиграть Олимпиаду и получить заслуженного мастера спорта. Секрет успеха – найти хорошего тренера, не сдаваться, не опускать руки перед трудностями. И у меня были такие моменты, когда все хотелось бросить, завязать с лыжами. Надо подниматься с колен и иметь, конечно, сильный стержень внутри, сильный характер, веру в то, что ты добьешься, несмотря ни на что. Если этого не будет, если будет слабый характер, будешь хныкать постоянно, то ничего не добьешься. Как сейчас вспоминаю, что одно из самых тяжелых для меня – это была самостоятельная тренировка. Когда тренер не мог прийти и говорит, Никит, вот там завтра надо покататься одному. И вот когда ты находишь в себе вот эти силы, никто не следит, придешь на тренировку, не придешь, она самостоятельная. То есть ты, если сделаешь, ты себе поставишь плюсик. И ты находишь в себе вот эти силы, приходишь и потом чувствуешь такой кайф от того, что ты преодолел себя. И вот когда ты шаг за шагом начинаешь преодолевать себя, и уже недолго ждать, и успехи придут. Я и был старшим тренером в национальной команде Китая, перед Китайской Олимпиадой. То есть, в принципе, такой прошел уже опыт нормальный. В Китае в среднем, не в среднем, наверное, в общем, я проработал два с половиной года, получил хороший опыт. Вот, доволен своей работой. Мой спортсмен Ван Чанг выступал и на международных старствах, на этапах Кубка мира. После Олимпиады завоевал там два призовых места. На Олимпиаде ему немножко не повезло, нарушил правила, и его дисквалифицировали. То есть так, я считаю, по силам, как я его подвел, он бы мог даже бороться с нашим Терентием за бронзу. Но это, наверное, минимум. С детьми пока не начинал. То есть, здесь, знаете, здесь надо уже, как я считаю, если ты берешься за это, то не сможешь потом на полпути сказать, это не мое. Потому что, как ты будешь смотреть в глаза детям, если ты берешь, то ты, ну, по крайней мере, внутри уже, наверное, перед ними будешь чувствовать себя должником, что должен их довести хотя бы до какого-то определенного уровня. Про каждую победу можно в книгу написать. Потому что недавно слушал интервью Плющенко, когда он, Евгений Плющенко, который рассказывал про сочинское золото. Тоже, как оно ему удалось, когда он сделал операцию, надо было лежать, да, он раньше времени встал, готовился. То есть, про каждую победу можно написать книгу. У меня и ванкуверское золото очень тяжелое, то есть оно, потому что первое. Потом, после Ванкувера, бронзовая медаль в командном спринте с Панжинским в Осло. Тяжелейшая медаль, там, да, если будет кто-то знать, как она мне далась, там, за пять дней до старта вот такой флюс появился, антибиотики пили, просто форма вот так с ног на голову поменялась. То есть, я говорю, про каждую медаль можно рассказывать, и, ну, это называется вот эта оборотная сторона медаля. Всегда мы с вами, как болельщики, ждем только золото давать, но жизнь очень часто вклинивается в какие-то события, которые даже, как ты не хочешь это отодвигать, там, себя в стороне держать, ну, приходят. Здесь уже, наверное, даже, ну, знаете, как государственная программа какая-то будет здесь влиять на это, и мне было очень приятно работать на Китайской Олимпиаде в качестве тренера, потому что я мог сравнить два таких опыта, когда я готовился к Сочинской Олимпиаде как спортсмен, то есть это домашняя Олимпиада, и здесь я работал как тренер, опять же, к домашней Олимпиаде китайцев уже вот у них. То есть ты вот как раз смотришь, да, вот этот баланс, что общего, чего разного, ну, что разное, да. Китайцы, они, знаете, у них система сделать из человека, ну, как-то робота, то есть они вот… И это действительно помогает во многих видах спорта, особенно в технических, где можно каждое движение тренировать там тысячу раз в день, и ты просто доавтоматизменно работаешь, да, как робот ты его выполнишь, без эмоций, без ничего сделаешь. Лыжи немножко другое, здесь невозможно натренировать одно и то же самое движение. Постоянно меняется рельеф, погода, соперники, то есть, ну, не бывает всегда. У нас же и нет, и поэтому, мировых рекордов, всегда разное время. И когда ты пытаешься им это объяснить и сказать, что, ребят, ну, ваша система здесь не будет работать, они перебивают, надо делать так. То есть они вклинивались очень часто даже в лыжные планы, и я уже там просто, знаете, я говорю, ну, я тогда не отвечаю за результат, потому что я не могу гарантировать вам ничего. Но стоит отдать должное китайцам, именно спортсменам, что вот если они хотят, то они будут прям добиваться не хуже, чем наши ребята. И жили на сборах перед Олимпиадой они 4 года на сборах. И там ответ был простой, когда спрашивали, можно поехать домой, там, на межсборе, да, как угодно это назвать. Я как тренер говорю, ребят, я вас отпускаю, спрашивайте у вашего начальства. Ну, начальство тоже говорило, мы вас отпускаем, но это билет в один конец. То есть вот так, да? Поэтому, когда мы плачем, да, что у нас там или длинные сборы, или что-то, здесь условие такое, ребят, хотите выступать на Олимпиаде, все, приехали и забыли про дом. Когда там это только начиналось, там это вообще было непопулярно. То есть за все время, вот если бы Ван Чанга, моего спортсмена, который я подготовил, не дисклифицировали, и даже оставили бы ему тот результат, который он уже показал, а он отобрался в полуфинал. То есть это в худшем случае уже было бы 12-е место. И это было бы историческое достижение Китая в лыжный гон. То есть, но так как его дисклифицировали, поставили на 30-е, то есть это уже такое было, и мне здесь похвастаться уже нечем, да? А если бы даже было вот все, ну, как он финишировал там в 12-м, да, минимум, а я говорю, а там, так как это домашние Олимпиады, там ребята готовы были рвать и метать, ну, опять же, в условиях там правил, да? Так же, как и мы в Сочи. То есть здесь все-таки уже изнутри вот это дух страны, он там, людей помогает соревноваться. И там болельщики все, вот я даже сейчас вспоминаю, на китайском стадионе тоже там кричали Иван Чангу, и всех, ну, подбадривали. Потому что, ну, это уникально, что китайский спортсмен вообще отобрался там даже в квалификации, не говоря про то, что уже прошел в полуфинал. И у них тоже поменялось руководство, пришел новый министр спорта, то есть как бы как таковая сборная команда тоже у них исчезла опять. То есть то, что создавали в Китайской Олимпиаде, да, вроде бы продолжайте, видите, у них опять какой-то в этом спад пошел. Поэтому хочется сказать, что нужно благодарить там тому, что мы имеем. И нам кажется, что, да, вот построили, например, здесь у вас роллерную трассу, ну, так и должно быть. Построили дорогу, так и должно быть. А поверьте, придет другой человек, и даже этого, может, не будет. То есть мы просто всегда считаем, что вот так должно быть, а зачастую зависит от конкретного человека. И вот даже в том же Китае, я говорю, поменялся министр спорта, все. Все четыре года, которые там, или шесть лет, которые они готовили лыжи, все в один момент прекратилось, все, что там построили, ну, где-то осталось стоять. И спорт у них перешел в разряд провинций. То есть каждая провинция уже отвечает за своих спортсменов. Сейчас у них в эти даты прям проходят китайские, там, зимние эти игры. Для них это самый важный старт, важнее, чем Олимпиады. То есть они сейчас вот все соревнуются. Ну, и Ван Чанг уже вот выиграл одну или две гонки даже. То есть он на хорошем ходу. После завершения профессиональной карьеры тоже начал думать, куда применить вот свое тело, да, все-таки у человека, ну, тело – это как машина. Нужен хороший водитель, да, а машина сама уже поедет. И начал анализировать, да, свои сильные качества, слабые, там, ноги, наверное, послабее у меня, чем руки. Руки посильнее, так, где могу, что мне нравится. И вот начал копаться, копаться и постепенно вот остановился на гонке с препятствиями. Сейчас есть такой вид спорта. Я сейчас являюсь главным тренером страны по гонкам с препятствиями. В том году выезжали даже на чемпионаты мира, чемпионат Европы. И с гонками с препятствиями, ну, можно сказать, параллельно, да, идет как раз вот этот ниндзя-спорт. То есть у нас даже есть ответвление, там, 100-метровка. Еще 100-метровку там в простонародье называют ниндзя. Но телевизионная ниндзя, она немножко все-таки другое. Это такой прям проект, в котором скалолазы, конечно, имеют преимущество. То есть вот сейчас поставь любого начинающего лыжника против меня, да, ну, невозможно будет ему меня обогнать. Я лыжами занимаюсь 30 лет, да, я там в технике вижу, как она меняется, видоизменяется. То есть, ну, много понимаю и знаю. Также у скалолазов у них вот этот хват, да, с которым они с детства тренируют, но они там могут как ныляне там на двух пальцах повиснуть и заснуть. И своим опытом вот просто хотелось доказать, показать, что лыжники могут все, постараться это сделать. Ну, действительно, дошел далеко до финала, ошибся, там, ну, поторопился или как совершил эту ошибку, которая не позволила продолжить, хотя силы были. Я думаю, на следующий год постараюсь вернуться в этот проект и уже действительно доказать, что лыжники могут все. Но специально, конечно, потребовалось к этому заниматься. То есть это чисто на лыжной базе не выведешь. Обязательно надо тренировать предплечье, потому что мы боремся за то, чтобы лыжные палки были как можно легче, а здесь нужно все-таки качать вот этот хват предплечья, который у нас не так сильно развито. Я когда туда приехал, да, многие, наверное, смотрели, люди прыгают на первый канат, падают, проходят дальше, падают. Я смотрю на это, думаю, да, ребят, ну вы же готовились. Да, нам не давали пробовать эти препятствия. С чем это связано? Психология. Увидели камеры, затряслись, испугались. Руки, просто голова не дает сигнал там мышцам, да, вовремя сократиться. Прократиться, мимо там, кто-то мимо даже летел. Психология. Насколько она важна? Да, очень она важна. И даже когда на меня смотрят, ну ты же профессиональный спортсмен, тебе-то все это, поэтому ты и легко выступаешь. Ну там в том же суперниндзя. Потому что больше, чем на 50 процентов там зависит от психологии. Просчитать, долететь, да, вот вовремя, чтобы сэнервировали там мышцы твои в лыжах. Кажется, что надо тренировать наше физическое тело там каждый день, да. А голова, ну вот перетерплю и покажу результат. Нет, это не так. Опять же приведу пример на себе. Когда я закончил профессиональную карьеру, и когда делаешь тяжелую тренировку, вот когда вот подходит к вот этому моменту, когда надо перетерпеть. А я уже закончил. И я себе даю поблажку. Зачем? Тяжело. Ну там напряжь что-то делаешь, да, надо вот прям все, жгет уже. Был бы я профессиональный спортсмен, я бы там, не знаю, слезы из глаз, я бы перетерпел. Прям я понимал бы, что я встану на следующую ступеньку. Потому что мне надо расти. Когда ты уходишь с профессионального спорта, и когда тебе уже не нужна эта ступенька, не нужны вот эти вот боли какие-то, ты доходишь до этой планки, тяжело, нормально все, хватит. На сегодня хватит. И чтобы отодвинуть себя, нужна вот эта психология, ради чего я это делаю. То есть лыжник на подъеме бежит, на трассе, он хочет показать хороший результат, доходит до вот этого момента, когда очень тяжело, а лыжа действительно тяжело. Это помимо техники нужно иметь колоссальное здоровье, да, чтобы и дышалось, и бежалось, и ехалось, все там должно совпать. И когда доходишь до этого момента, да, вот, перетерпел ты на одну-две секунды, ты можешь за счет этого выиграть. А опять же, голове нужно сигнал вот этот дать перетерпеть. А это же, не знаю, там колоссальный какой-то лактат, который, ну, является там токсином для нашего организма, да, который и на голову влияет, и ты, ну, не может организм бороться, и он говорит, хватит, хватит, не надо меня гробить. И вот ты, когда с помощью головы сможешь отодвигать эту планку, это будет считаться как, ну, природный допинг, который ты сам смог натренировать. Потому что организм не хочет себя гробить, он всегда будет тормозить. И вот если ты сможешь отодвигать эти планки с помощью головы, с помощью психологии, ты сможешь и показывать хороший результат. Если не упоминать про то, что это, ну, задача президента, да, вывести там 75 или 85 процентов, то в любом случае спорт – это движение, движение – это жизнь, и нужно в любом возрасте заниматься или физкультурой, кому нравится, профессиональным спортом, да, ну, как вот сейчас уже, со скамьи, там, спортсмена, который завершил профессиональную деятельность, могу сказать, что, конечно, самое лучшее – это физкультура. Меньше риск получить травму, но все-таки профессиональный спорт – это уникальный шанс проявить себя, да, заявить о себе. И вот если вы хотите все-таки, чтобы ваше имя, вот, да, вот как вот было на доске почета, не только здесь, в городе, но и вот перед всей Россией, перед глазами всей России, то, конечно, это профессиональный спорт. Поэтому спорт помогает бороться с ленью, помогает преодолевать себя, помогает самодисциплинировать. То есть мы можем много говорить об этом, поэтому я считаю, что даже и задача президента тоже направлена на то, чтобы все-таки наше население росло здоровым, и еще все-таки, чтобы мы как-то постоянно соревновались. Ну, мы русские, нас вообще тяжело сломить. После окончания моей карьеры, вот, когда пришли, ну, пришла так называемая молодежь в лице Александра Большинова и ИКО, да, и всех остальных, и компаний, вообще появился такой лыжный бум. Очень много людей стало записываться. Ну, опять же, это благодаря нынешним вот успехам Александра Большинова. И я вспоминаю вот свою профессиональную карьеру, когда мы бегали и смотрели на норвежцев, и не понимали, почему у них лыжный спорт номер один. А сейчас, когда можно сравнить вот с победами Александра Большинова, ты понимаешь, что, конечно, людям интересно смотреть на победы. Им неинтересно, там, четвертые, пятые, там, десятые. Им интересно, чтобы каждый раз побеждали, ну, представители их страны. Да, сейчас нас не пускают на международную арену, но мы застали те времена, когда Александр Большинов там топтал всех, да, и это было приятно. Мы все ждали очередного старта, чтобы посмотреть. И в связи с этим, я считаю, вот как раз вот тоже пошел вот этот лыжный бум. Не знаю, как у вас, но вот в центральной части Москва, Подмосковье, ну, лыжи, люди просто ринулись кататься на лыжах, зимой в очереди в прокаты, в секции и так далее. Поэтому, я считаю, тенденция очень хорошая. Опять же, она подкреплена, подкреплена спортсменами, на которых смотрят, ну, все жители нашей страны. Мероприятие у вас очень хорошее, достойное. И, честно говоря, я давно не видел, чтобы была такая вот эстафета, ну, мемориального огня, не знаю, как его назвать, что, да, вот передавали от сборной команды, потом к призеру Олимпиады. И вот, ну, прям все как на Олимпиаде. То есть вот эти традиции сохраняются, и сейчас это 45-й юбилейный марафон памяти. Поэтому продолжать в том же духе людям, несмотря на... Ну, для вас, может быть, это не мороз, там, 8 градусов, но все равно хорошая зима по всей России. Людям большое спасибо, что приходят, соревнуются. И это только начало. После 12 придут еще, и все полянки утопчут, трассу прижмут, если мягкая в каких-то местах. Поэтому хорошая атмосфера, хороший объем людей и участников. Мне не удалось пройтись по ней. Так вот, как спортсмен посмотрел со стороны, уже тоже поинтересовался длиной самого длинного подъема. И узнал, что порядка 4 километров длина роллерной трассы, освещенной. Если сравнивать вот в центральной части, да, там, где я живу, могу сказать, что это, ну, достаточно приличная трасса. И люди... Не знаю, когда работает освещенка, днем, ночь, там, до скольки. Но это говорит о том, что можно и в темное время суток приехать покататься. И есть и подъемная часть на роллерах, есть и равнинная часть для, там, для откатки, для начинающих. То есть, в принципе, все, кто хочет, было бы желание, могут приходить и заниматься. Впервые вот в вашем городе уже тоже сказал это. Так еще не удалось, там, посмотреть. Но моя жена вообще тоже закрытого города. И вот интересно было сравнить, да, по количеству человек. То есть в вашем проживает, я так понимаю, там, от 100 тысяч человек, да? Около. Ну, или около 100. Ну, это в моих рамках, это приличное такое население. То есть для города, тем более для закрытого города. И в связи с этим иметь вот такую хорошую лыжную трассу, там, летом роллерную трассу, ну, это достойно. То есть вы, ну, должны радоваться, что у вас такое есть. Всегда кажется, что у других есть, а у нас нет. Ну, не ценим то, чего имеем. То есть здесь вот надо вот благодарить, что такое есть. Первое, конечно, хочу посоветовать, не ленитесь. Борьба с ленью, она, да и для взрослого человека, и для ребенка, это, наверное, самый большой недуг, который есть, с которым приходится бороться каждый день. И не может быть так, что если ты сегодня победил, ну, все, я тебя преодолел, завтра, там, ты меня не одолеешь. Нет. Каждый день нужно с этим бороться. Поэтому для начинающих, ну, там, для детей, для всех, вот, боритесь с ленью. И из лайфхаков, наверное, если брать мой опыт, то, вот как я рассказал, если вы сможете преодолеть себя, выйти на самостоятельную тренировку сами, да, когда будете сидеть дома, там, в мороз или, не знаю, в какую-то плохую погоду, да, не хочется ничего делать, там, в родители вас никуда не зовут, и вы скажете, пап, отвези меня в лес, хочу покататься. И поверьте, вот это просто такие глаза будут удивления, радости, что у вас появилось от желания. Поэтому если вы сможете себя преодолевать, выходить на самостоятельные тренировки, то это уже первый шаг к большому успеху.